Ну вот, долгожданный выпуск. Я его тщательно готовил. И речь сегодня пойдет на тему, чем грозят долги по коммунальным платежам. В ЖК РФ указано, что собственники обязаны регулярно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги. А что будет, если этого не делать? О возможных последствиях расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. 1. Владельцы недвижимости должны вносить плату за жилищные и коммунальные услуги. Сказано в статье 153 ЖК РФ. Эта обязанность возникает, как только вы регистрируете право собственности на жилье. То есть вы не вправе самостоятельно отменять внесение платежей, даже если, например, недовольны качеством услуг. 2. Штраф. Если возникает просрочка, управляющая компания может начислять пене на сумму долга. Пункт 14 статьи 155 ЖК РФ. Размеры пене зависят от общего срока задержки оплаты. В первый месяц штрафов не будет. Если задолженность сохраняется от 2 до 3 месяцев, размер пене составит 1,03 ставки ЦБ. В данный момент это 7%. С четвертого месяца, то есть с 91 дня просрочки, штраф значительно увеличивается до 1,03 ставки ЦБ. Попробуем рассчитать штрафные санкции, которые получит должник. Допустим, у человека образовалась задолженность в размере 5000 рублей. Она возникла на 11 июня 2019 года, а погасил он ее 10 октября 2019 года. Сумма пеней будет начисляться по схеме, которая представлена в таблице. Отключение воды, газа и электричества У государства есть и другие способы наказать недобросовестного плательщика. Если вы не платите за коммунальные услуги более 3 месяцев, вам могут отключить электроэнергию, воду и газ. Это закрепляет глава 11 постановления правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг собственникам. Ссылку на закон я оставлю в описании под этим видео. Правда, предварительно вас должны уведомить о готовящихся мерах. Это выглядит так. Должнику присылают по почте заказное письмо с уведомлением о том, что коммунальная услуга будет либо ограничена, либо приостановлена. Если собственник не получил этого письма, то исполнитель коммунальных услуг обязан вручить предупреждение лично. Важно знать, что включить воду, газ или электричество УК обязаны в течение двух суток после полного погашения задолженности. Суд. Если же владелец недвижимости не гасит задолженность и никакие меры не помогают, Управляющая компания вправе обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать задолженность. Статья 308.3 ГКРФ Стоимость иска увеличивается на судебные расходы и покрывать их придется той стране, которую признает виновной. Поставщики коммунальных услуг также вправе обратиться в суд. Если заключен прямой договор при задолженности до 500 тысяч рублей, суды взыскивают задолженность в упрощенном порядке, то есть по судебному приказу. Получив судебный приказ, коммунальная организация обращается в службу судебных приставов. Чаще всего взыскание производят из официальных доходов должника, зарплаты, пенсии и т.д. Лишение жилья. Крайние меры воздействия на должника. Это лишение его жилья в судебном порядке. Такую меру могут применить, если коммунальные платежи не вносятся 6 месяцев и более, а жилье оформлено по договору социального найма. По решению суда должника могут выселить из занимаемого оповещения, но должны предоставить другое жилье. Как правило, оно будет меньше или с меньшим количеством удобств. Избежать выселения можно, доказав, что плату не вносили по уважительным причинам. Например, в связи с тяжелым материальным положением. Это нужно будет подтвердить соответствующими документами. А вот если речь идет о собственнике, то выселить его из принадлежащей ему по праву квартиры, лишь на основании того, что он не вносит коммунальные платежи, нельзя. Закон такой меры не предусматривает. Друзья, если тема понравилась, ставим лайки. Если нужно подготовить какой-то дополнительный ролик на тему недвижимости, пишите в комментариях.